Всем привет! Обычно для комфортной работы на ПК мы покупаем качественный и большой монитор, но в большинстве случаев просто подключив его к системному блоку даже не догадываемся, что его можно настроить под себя и сделать картинку на нем более качественной и раскрыть его большой потенциал для работы. Возможно вы замечали, что со временем начинает болеть голова, глаза и работа превращается в испытание. В этом видео я покажу вам в чем состоит проблема и как ее решить путем калибровки и настройки своего экрана под ваши глаза. Данный функционал доступен на всех версиях Windows. Я покажу как это сделать на Windows 11. Для начала переходим в настройки Windows и открываем настройки дисплея. Для выбора настроек необходимо отключить ночной режим. Если ваш монитор поддерживает HDR, то можно не использовать дальнейшую инструкцию, так как ПК при включенном HDR настраивать его сразу. Но все же, если ваш монитор не поддерживает эту функцию, то продолжим. Нажимаем меню пуск и пишем откалибровать цвета дисплея. Важно знать, если вы хотите правильно настроить экран, нужно сидеть напротив него по центру, так как вы работаете каждый день. У нас откроется такое окно. Как видим, для нас сделали подсказки в виде шагов правильной настройки. Если у вас есть несколько мониторов, перетащите это окно на тот монитор, который хотите настроить и нажмите кнопку «Далее», которая находится в правом нижнем углу. Чтобы начать работу и установить основные цвета настройки для дисплея, нажмите кнопку «Меню» на дисплее. Эта кнопка обычно находится на нижней панели монитора, в нашем случае на правой стороне нижней панели. Ознакомьтесь с инструкцией вашего экрана, там указано где и какие клавиши находятся и за что они отвечают. Установите все параметры по умолчанию и нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить в окне калибровки. Видим, что нам предлагают настроить гамму так, как на примере посредине. Поэтому нажимаем кнопку «Далее». Ползунок нужно выровнять до того момента, пока выделяемые точки не станут едва заметными. Для примера покажу недостаточно насыщенную и перенасыщенную гамму. Переходим к следующему шагу – регулировки яркости экрана и контрастности. Для этого нам понадобится настройка дисплея, о которых я говорил ранее. Также, если яркость по умолчанию вам нравится, то можем нажать пропустить настройку яркости и контрастности. В настройках экрана выставляем яркость так, как на этом фото, чтобы X был едва заметным, но пиджак и темный фон сзади не сливались. Настройка контраста означает сравнение между темным и очень светлыми участками изображения. Выравниваем настройки на следующей странице с фото так, чтобы были видны складки и пуговицы на рубашке. Следующий этап – это настройка правильного баланса цвета с помощью настройки правильного тона серого. Выставляем нужный нам оттенок. Теперь система предлагает нам оценить изменения, которые мы внесли в настройку нашего экрана. Для этого нам предлагается нажать одну из кнопок – прежняя калибровка или текущая калибровка. Если результаты сделанных настроек вас устраивает, нажмите «Готово» и они применяются для дальнейшего использования. Чтобы вернуть настройки в исходное состояние, жмем «Отмена». Но обратите внимание, что настройки сделанные с помощью кнопок экрана назад не сбросится. Их потребуется в случае необходимости восстанавливать вручную. Если вы не понимаете, какие настройки были сделаны в меню вашего монитора, то, скорее всего, они были дефолтными установленными с завода. Чтобы вернуться к ним, у всех мониторов есть функция сброса настроек к заводским. Посмотрите в настройках, найдите данный пункт в меню и выберите его. И вот пришел черед последнего шага настройки текста. Обратите внимание, что в меню выбора версии калибровки есть пункт «Запустить средства настройки Clear Type». Это и есть функция настройки правильности отображения монитором текста. Поставьте отметку напротив него, если нужно настроить текст и я рекомендую вам это сделать. Или уберите ее, если такой необходимости нет. Ставим отметку напротив функции настройки Clear Type, выбираем один среди вариантов надписи, те, которые кажутся наиболее читабельными и нажимаем «Готово». Сделанные настройки применились. Чтобы отключить функцию Clear Type, введите Clear Type в окне поиска Windows. Запустите соответствующий инструмент и отключите его, сняв установленную ранее отметку. Как видите, качества отображения текста меняются сразу же. Если по какой-то причине у вас произошел сбой калибровки экрана и у вас никак не получается вернуть калибровку к нормальному состоянию, то в таком случае может помочь переустановка видеодрайвера. О том, как скачать и установить драйвер видеокартой у нас есть отдельное видео, смотрите по ссылке в описании. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как видите, заводская калибровка экрана монитора не всегда может быть оптимальной и подходить к каждому пользователю. У всех разные глаза и условия эксплуатации монитора. А на этом все, надеюсь это видео было полезно для вас. Обязательно подписывайтесь на канал Hetman Software и ставьте лайк. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok